МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По сведениям правоохранителей, за последние две недели к административной ответственности были привлечены 320 жителей города и района. Надо сказать, что отличительной чертой этого периода является то, что не произошло ни одной кражи. Однако зафиксирован факт грабежа. Поздно ночью 23 января у дома номер 3 по улице Возрождения двое несовершеннолетних нанесли побои фурмановцу и похитили сумку с документами. Взяли паспорт, банковские карты. За хранение наркотического средства «Спайс» в крупном размере сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний фурмановец. Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков задержан несовершеннолетний житель города, который приобрел наркотические средства через так называемые закладки для собственного употребления. По данному факту, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса. Максимальная ответственность по данной статье предусматривает 10 лет лишения свободы. Зафиксирован за эти две недели и факт вымогательства. Также сотрудниками полиции был задокументирован факт вымогательства денежных средств жительницы города Фурманово под предлогом распространения сведений, порочащих ее честь и достоинство. Ранее судимый житель города решил таким образом получить дополнительный заработок. В ходе встречи потерпевший с вымогателем с целью обсуждения подробностей передачи денежных средств последний был задержан и сознался в содеянном. В отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 Уголовного кодекса. Вновь зафиксированы факты интернет-мошенничества. Жители города легко прощаются со своими денежными знаками в надежде сэкономить на покупки в интернете. В итоге не получают желаемого, оставаясь пустым кошельком. Так несовершеннолетний лишился 3500 рублей, решивший купить себе телефон на сайте Юла. Однако до настоящего времени посылку так и не получил. 14000 за свой телефон так и не получил Фурмановец, который продавал его за 22. Отдав 8000 покупатель, обещал перечислить оставшиеся продавцу на банковскую карту. Однако деньги так и не пришли. 26 января зафиксировано мошенничество. Неизвестный мужчина с абонентского номера. Под предлогом заплатить страховой взнос в финансовом банке кредитования за выдачу кредита в сумме 400 тысяч рублей, позвонил Фурмановке и путем обманной злоупотреблением доверия с ее банковской карты Сбербанк России завладел денежными средствами в сумме более 14 тысяч рублей. Вечером 1 февраля зарегистрирован поджог. В половине девятого неизвестный мужчина предположительно при помощи горюче-смазочных материалов совершил поджог принадлежащей гражданке автомашины марки Ниссан Альмера, припаркованный у дома номер 34 по улице Тимирязева, причинив ущерб на общую сумму 100 тысяч рублей. 4 февраля горел дом на улице Пестеля. Сообщение в пожарную часть о пожаре поступило в 15 часов 20 минут. На пожар выехал дежурный караул в составе двух отделений на двух АЦСРных. На момент прибытия горела задняя часть дома и кровля на площади 64 квадратных метра. Через 20 минут пожар был ликвидирован. Хотелось напомнить жителям города Фурманов и Фурманского района, что о пожаре вы можете сообщить по телефону 01 или 101, четко указав адрес и место пожара, свою фамилию и в дальнейшем номер мобильного телефона. За этот период случилось и несколько ДТП. Так, 24 января у дома номер 14 по улице Хлебникова, без пострадавших 25 января с пострадавшей на перекрёстке улиц Тимирязева и Мичурина. Volkswagen Passat совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. В результате ДТП пассажирка Hyundai получила телесные повреждения. В центральной районной больнице и поставили диагноз ушиб шейного и поясничного отделов позвоночника. Несчастье произошло в день лыжной гонки. 48-летний мужчина из Иваново на снегоходе поднимался в горку. В это время с неё спускался пятилетний мальчик, который попал под снегоход. Мужчина, управлявший снегоходом, пытался скрыться. Он был без шлема, без водительского удостоверения. Снегоход не зарегистрирован. У мальчика черепно-мозговая травма. Он был госпитализирован в областную больницу. Снегоход сейчас на штраф в стоянке. Правоохранители отметили, что в 2018 году мужчина привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 10 раз. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего. 1 февраля у села Широково автоледи, управляя автомобилем Toyota Auris, не справилась с управлением. И совершила съезд в Кювет, в результате чего поступила в центральную районную больницу с диагнозом «ушиб» с возможным переломом скуловой кости слева. 4 февраля дорожно-транспортное происшествие у Визовского унесло жизни 37-летней женщины. У неё остались двое несовершеннолетних детей. Двое пострадавших сейчас находятся в областной больнице. 4 февраля 2019 года примерно в 8 часов 26 минут на 75-м километре автодороги R600 Кострома-Иваново в Фурманском районе Ивановской области водитель автомобиля Рино Сандера, 51-летняя женщина, двигавшаяся из Фурманова в сторону Иваново, не справилась с управлением. Автомобиль занесло, он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом «Богдан», следовавшим по маршруту Иваново-Фурманово. В автобусе на момент аварии находилось 8 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля в тяжелом состоянии, госпитализировано. Также с переломами в больницу доставлен мужчина, пассажир иномарки. Еще один человек, находившийся в автомобиле, 37-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте аварии. По предварительным данным, к врачам скорой медицинской помощи обратился один пассажир автобуса. Это 76-летний мужчина, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы. В настоящий момент органами предварительного следствия совместно с сотрудниками ОГИБДД проводятся необходимые мероприятия, направленные на полное и всестороннее изучение механизма и причин данного дорожно-транспортного происшествия. Органы предварительного следствия напоминают о недопустимости нарушения правил дорожного движения Российской Федерации как со стороны водителей транспортных средств, так и со стороны пешеходов и иных участников дорожного движения. При управлении транспортными средствами необходимо быть осторожными, соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия, помнить о том, что автомобиль является источником повышенной опасности. Нарушение пункта правил дорожного движения Российской Федерации влечет за собой привлечение к административной ответственности, а также к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В числе поступивших в Центральную районную больницу за этот период – женщина с повреждением связок левого голеностопного сустава. Травма получена на производстве, и мужчина, которому нанесла удар кухонным ножом – его сожительница. Также в конце января в ходе ссоры на почве употребления спиртных напитков жительница города Фурманово нанесла телесные повреждения своему сожителю, который с проникающим ранением брюшной полости и повреждением печени доставлено в хирургическое отделение Фурмановской ЦРБ. Потерпевшему потребовалось хирургическое вмешательство, причиненные телесные повреждения по предварительной оценке относятся к категории тяжких, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Редактор субтитров А.Семкин